Километровая очередь из десятков фур. Именно так сейчас выглядит дорога рядом с пунктом пропуска Краскина на границе с Китаем. Поставщики морепродуктов сообщили о больших задержках в перемещении товара. С начала апреля машины с живым крабом и мороженой рыбопродукцией ждут своей очереди, чтобы попасть в КНР. На сегодняшний день я уже стою здесь, 13-й день. Это вот моя очередь подошла. Даже я не знаю, зайти-то я зайду, но вернут ли меня назад, этого я не могу сказать. У меня машина гружена красной рыбой. А красную рыбу надо температуру держать, это не менее 18 градусов. Она стоит уже 13-й день. Она чуть температуру потеряет и все. Сегодня шестой день. Находимся здесь со вторника. Во вторник приехали. Все так и двигаемся по чуть-чуть. А какой товар вы знаете? Живой грамм. Как рассказали водители, для пропуска живых морепродуктов определили следующую очередность. Две машины с живым крабом, две машины с другим грузом. Однако, по словам поставщиков, в день пункт пропуска проходят 7-8 машин. Иногда часть из них возвращается неразгруженными обратно. По времени уже не успевали их выгрузить. Возвращали обратно. Ну а если возвращали, он потом на следующий день уже шел первым, как бы заходил. Рыбы может пройти. И четыре машины могут четыре выгрузить. А могут две выгрузить, две назад. Ну целый день простоишь там и назад могут выгрузить, вернуть. И опять же вот разворачиваемся, опять же стоим, на следующий день заходим. Все зависит от китайцев. Потому что мы перегружаемся, как бы сказать, ну не на нейтральной полосе, а на китайской территории перед таможней. Все, вот у них там контейнера заходят, и все эти анализы сдаешь, и происходит перегруз. То есть нас машин не выпускают, кроме как пройти, сдать анализы. Такие меры со стороны Китая вызваны из-за ситуации с COVID-19 в России. КНР закрыла въезд российскому транспорту на свою территорию. Представители Дальневосточной таможни ситуацию прокомментировали следующим образом. По договоренности двух сторон на въезд Китай принимает до 14 часов. Из-за несогласованности российская сторона работала всю прошлую неделю до 14 часов по российскому времени. Китайская сторона указывала время по-китайски. В результате вместо 16 часов по России пункт пропуска прекращал запускать машины в 14 часов. Китайская сторона по ходатайству своих товарополучателей просила российскую сторону пропустить в приоритете живую продукцию, так как сроки транспортировки у живой продукции ограничены, но просьбы не были услышаны. Продукция стоит в ожидании захода по 6-7 дней, и ни о каком качестве уже не может быть и речи. Пока обе стороны не отрегулируют взаимодействие, этот коллапс будет продолжаться, а как долго – никто не может сказать. Сами водители надеются, что в скором времени ситуация улучшится и огромных очередей не будет. И не теряют оптимизма, добавляя, что с погодой пока везет. Товар не успевает портиться, но если проблема не решится до мая, то тогда тонны морепродуктов вместо китайского рынка будут отправляться на свалку. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на восьмом.